И новый поворот в деле разграбления Мариупольского нефтеперерабатывающего завода. Теперь тяжбу между залогодержателями оборудования и полиция охраны будет вести коллеги судей. Подробности продолжают в журналистское расследование о том, как со стратегического предприятия при полном бездействии правоохранителей вывезли оборудование на миллионы долларов. Преступная халатность или намеренное невыполнение своих обязанностей в Харькове сегодня прошло второе заседание суда по делу об иске залогодержателей Мариупольского нефтеперерабатывающего завода к полиции охраны. Напомню, 8 июля прошлого года на территорию завода ворвались неизвестные автоматчики. В масках прогнали вооруженную полицию, которая должна была охранять НПЗ, а затем начали вывозить оборудование. Убыток у Курсоцбанка, который выступает залогодержателем завода, свыше 140 миллионов гривен. Главный вопрос, кто были неизвестны и почему вооруженные до зубов правоохранители просто сдали завод бандитам. Зобовязание за договором охороны не было выполнено належным чином. Больше того, враховывая бездействие полиции охраны, с причиной избытка, с приводу этого и было подано позовневмогу. Вот результат бездействия полиции охраны и правоохранителей. Разграбленный завод, пустые помещения. На сегодняшнее заседание суда представители нацполиции явиться не соизволили. Пришел лишь юрист. Говорит, правоохранители испугались пустить в ход оружие. Полиция охраны осуществляла охрану общественного порядка. Когда пришли вооруженные люди, получается, что они вытеснили под угрозу применения оружия наши наряды, и мы выполнили функции, предусмотренные договором. Выкликали наряд ГУНП Донецкой области. Однако грабеж с автоматами явно не нарушение общественного порядка, а серьезное преступление. Это могли быть и террористы, и боевики. И где в тот момент была обычная полиция? Нам удалось найти свидетеля бездействия, блюстителей порядка. Бывший директор Парийского Мукросоцбанка Павел Гошковец на момент захвата предприятия находился на территории Украины. Говорит, обращался во все правоохранительные органы и госструктуры, пытаясь остановить грабеж предприятия. Тщетно в итоге организовал личную встречу с Арсеном Аваковым. И ничего, было открыто 4 уголовных производства, которые безрезультатно расследуются по сей день. Кем являются неизвестные бандиты? Почему полиция попросту сдала им завод? На эти вопросы следователи отвечать не хотят. На данный момент у меня было совершенно нет на это время, поэтому даже не знаю, не скажу вам, когда это можно будет. Ну, нам на самом деле полчаса времени максимум. Сможешь ли нам жить? Серьезно, не могу. Я забыла, когда эта примера спала нормально. Как раз в следующем деле делом. Поэтому, давайте так. Я, кажется, что будет у меня возможность, я вам перенаберу. Результатов следствия нет. Мы отправили более 10 запросов в различные госструктуры, чтобы выяснить, что же произошло 8 июля на Мариупольском НПЗ. В СБУ и Генпрокуратуре лишь ответили. Никаких дел по этим фактам нет, о хищении там не знают. Неизвестна и судьба вывезенного с завода имущества ценой 140 миллионов гривен. В администрации морских портов Украины ответили. Через Мариупольский порт оборудование не проходило. Где же тогда оборудование? И не выяснится ли, что оно оказалось на захваченных боевиками территориях? И кто содействовал им? Кто захватил НПЗ? И почему подчиненные Арсена Авакова попросту ушли, увидев вооруженных людей в масках? Все эти вопросы, журналисты подробностей пытались задать Арсену Авакову в течение месяца. Но он уходит от ответов. Пока что поиски похищенного оборудования банку приходится проводить собственными силами. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский, Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер.